Продолжение следует... Не могу вам не задать, и всем многим задаю, с кем общаюсь. Дзюдо – это сложно или легко? Ну, не сказал бы, что дзюдо – это легко. Конечно, сложно. Есть очень много таких моментов, где надо над собой поработать, где надо над дисциплиной поработать. Но это не всегда будет легко над этим работать. И много работы требует дзюдо, и не сказал бы, что это легко. А как вы преодолевали трудности в дзюдо? Что вам помогало их преодолевать? И как часто бывали такие сложные моменты? Ну, помогало, наверное, преодолевать то, что... Ну, я любил вот это чувство, когда я становился на кем-бестале, становился первым. И вот это ощущение... Ну, и проиграть для меня было такое... Не любил проигрывать. И поэтому я понимал, что надо... Ну, тренироваться надо, и надо настраиваться на схватки. И может, из-за этого толкало. Ну, и была цель, конечно. Самое главное, это почему я занимался уже с юношески, вот такого возраста, как вот сейчас дети. Понимал, что я хочу вот олимпийскую медаль, и вот к этому стремлюсь. И ради этого надо вот терпеть тренироваться. Ну, у вас достаточно большой послужной список. Здесь даже, мне кажется, самый большой из всех почетных гостей. Много всего написано. Даже вот шрифт на маленьком таком, ну, как бы рекламном, да, вашем флайере. А когда все началось для вас? Когда началось, где началось? И кто первый вам открыл дорогу в дзюдо? Ну, открыл дорогу в дзюдо, наверное, тренер. Началось, наверное, все с юношеского возраста, когда я попал в сборную. Ну, по юношам последние годы у меня был, я попал в сборную. Ну, и в этот момент я понимал, надо к этому относиться уже профессионально, надо уже как-то уже стараться больше, чем обычно. Потому что я там на России стал третьим, попал в сборную и не отобрался на Европу. Это для меня уже был такой знак, что нужно еще больше трудиться. И все реально, все возможно. Попасть в сборную по юношам. Эти эмоции еще для детей. Я сейчас представляю себя вот таким молодым. и когда я попал в сборную, что я испытывал. И тогда понимал серьезность того, чем я занимаюсь, и куда я иду. Осознанно. Это уже, вы сказали, как бы будет такой профессиональный спорт. А именно, хотел узнать, ну, я уверен, что многие, наверное, кто следят за вашей спортивной карьерой, джиудаисты, тренера знают вас, но все-таки есть те, которые, допустим, не знают, ну, такую историю Абдулы, когда он пришел в джиудо, в каком городе, в каком клубе, кто был первый тренер. Ну, это было в далеком 98-м году еще. Меня дядя привел в джиудо, потому что наша семья, наши родственники, ну, все занимались джиудо, у нас как-то... У меня, по-моему, выбора не было, чем-то другим заниматься. Меня просто определили, вот тебе надо заниматься джиудо. А я все время хотел вольная борьба. У нас в Дагестане более развитая вольная борьба. Я всегда... Вы тоже из Кизельюрта? Нет, я из Махачкава. Махачкава. Да, я вот говорил только что с Максудом и Барагимовым и сказал, что в Дагестане очень развита вольная борьба. Да, я даже помню, как я плакал. В детстве я не хочу, говорю, на джиудо дать им мне на вольную борьбу. Они сказали мне, ну, родители, дядя, ну, потренируйся немножко и дальше мы тебя посмотрим больше. Но я вот так остался в джиудо. Ну, мне сильно понравилось в джиудо. Эти броски, вот эта амплитуда, вот эта... Чем в вольной борьбе... Я больше красоты увидел, когда сам пошел на ковер. А так со стороны я не видел, не понимал, что это такое джиудо. Я думал, это вообще каратэ какой-то или что-то еще. Вот так из восьми лет я остался джиудо. В Махачкале пошел в школу Спартак. И в этой школе до сих пор остаюсь, занимаюсь. Большой спорт, как вы сказали, требует, ну, больших таких, ну, усилий, да, над собой, трудолюбие и так далее и тому подобное. Ну и понятно же, большой спорт – это, ну, большая трата энергии, сил. Ваш рецепт восстановления. Что вы делаете для того, чтобы восстанавливаться? Как вы проводите вот эти рекреационные, ну, релаксационные мероприятия? Что вы используете? Какой-то ваш секрет от Абдулы Абдул-Жалилова? Может быть, кто-то его возьмет для себя на заметку и будет так же, как его использовать? Ну, использую. Таких секретов нет. Ну, я последние, вот, лет 12 в сборной нахожусь. У нас там есть распорядок такой, зарядка, 10-30 тренировка, и есть 16-30 тренировка. А после всего этого у нас бывает баня, мы ходим в баню, там паримся, и после бани у нас там бывают и массажисты, и врачи. И ходишь на массаж, что-то восстанавливаешься, и завтра, на следующий день, ты уже так же проводишь день. А когда вне сборной что делаете? Вне сборной? Когда дома, например? Дома? Ну, в данный момент семью нахожу, семью детьми, время уделяю, с ними гуляю. Так, такого. Для своих детей тоже уже наметили? У них выбора нет? Дзюдо? Нет. У меня девочки, у меня две девочки, и я девочек, у нас как на Дагестане не принято, что девушка должна заниматься спортом, каким-то, тем более, борьбой. И поэтому я не хотел бы, чтобы мои девочки боролись, но я, как правило, на гимнастику. Они не ходят на гимнастику, у меня такими видами спортом пока занимаются, потому что чуть-чуть спортивнее должно быть понимание у ребенка, даже у девочек. Хоть я и люблю дзюдо, но девочек не хотел бы. дзюдо олимпийский вид спорта, и, конечно же, мечта всех, кто занимается олимпийскими видами спорта, это попасть на олимпийские игры. Ваша мечта попасть на олимпийские игры, когда зародилась, и вообще, как вы думаете, она еще может быть исполнима? Ну, если смотреть реально на вещи, в данный момент уже я в возрасте, и до меня уже поздно. Ну, вот у меня была такая история, да, я столько турниров там выиграл, это выиграл, но единственная медаль, которую я хотел, и вот ее я не добился, ну, так было осуждено, значит, и на этом жизнь тоже не заканчивается, и есть, наверное, вещи и поважнее дзюдо, да, конечно, мечта не осуществилась, это печально, но не стоит как-то зацикливаться на этом. вы сегодня были в интересной роли наставника команды юношей до 15 лет, вы вообще как чувствовали себя в этой роли, и понятно, что в любом, в любой игре, в любом спортивном поединке есть кто-то более ловчий, да, кому-то сопутствует успех, кому-то нет, ваше ощущение вот наставника команды? Ну, я всегда обычно в команде выступал как спортсмен, а вот тут как выходишь как тренер, это вообще другие эмоции, ты переживаешь с каждого, ну, сказать честно, пацаны приятно удивили, вот для их возраста уровень приятно удивил меня, они очень такие броски уже, как у взрослых поставленная борьба, видимо, ну, видно, что тренера работают над пацанами серьезно, ну, порадовали, порадовали своей борьбой и своим классом, детское дзюдо, я так часто не прихожу на детское соревнование, но сейчас я посмотрел, ну, приятно удивлен был тем, что увидел сегодня, и те эмоции тоже испытал за команду, конечно, переживал, да, мы проиграли, смотрел, моя команда, ну, пацаны были очень сильные, какие-то ошибки допустили, проиграли, интересные, ну, да, а вам вот как-то вот став вот наставником команды не зародилась ли мечта стать как-то тренером? Ну, да, такая мысль тоже посетила, ну, это такая, я сказал бы, это тяжелее, чем самому бороться, и когда ты вот сидишь, переживаешь, это я только одну команду выводил, тут целых своих учеников, с кем они работали, они выходят, переживают, и я представляю, сколько сил и энергии уходит на тренерской работы, и приятная работа, когда ты видишь результат, когда ученик бросает твой, вот эти эмоции, очень приятные эмоции, да, я думаю, такой опыт, который я собрал за всю свою карьеру, ну, я думаю, мне кажется, я должен этим опытом передать молодому поколению, и я думаю, в тренерской работе я себя вижу. Но вы сейчас, вот когда в своем клубе с молодыми ребятами, когда приезжаете домой, делитесь опытом? я с ними борюсь, после борьбы я им показываю, где они ошибаются, но я их не личный тренер, я просто корректирую какие-то моменты, ошибки, и все, и так, чтобы над ними работать, целую тренировку проводить, так не провожу. В следующий год, год юбилейный, 60 лет как дзюдо включено в олимпийскую программу, первое дзюдо появилось на Олимпиаде в 1964 году, и вот получается следующий год будет 20 лет, 60 лет как дзюдо уже в Олимпиаде, в том числе и будут Олимпийские игры в Париже. Что бы вы могли пожелать в связи с этой такой юбилейной датой и Олимпийскими играми в Париже всем дзюдоистам всего мира? Хотел бы всех поздравить с этим юбилеем, это очень значимая дата для мира дзюдо. Спортсменам пожелать успехов, чтобы они добивались своего, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы они стремились еще больше усовершенствовать себя, всех дзюдоистов, тренеров поздравляю с этим праздником. Абдулла, спасибо большое, что вы поделились своим взглядом на ваше дзюдо, на ваши впечатления, ощущения. Я желаю вам тоже всего самого наилучшего и хочу поблагодарить вас от себя. Надеюсь, те, кто послушал нашу с вами беседу что-то для себя подчеркнут интересное. Ну и вот в завершении, пожалуйста, автограф поставьте здесь в планете дзюдо на память и ваш автограф. ваше таланты, таланты, ваше ваше ги, ваше кольце, таланты, ваше таланты, ваше таланты, Продолжение следует...